Сейчас мы с вами порисуем Такой поздноосенний пейзаж С главным героем Под названием дегустатор Это птичка, синичка Которая на веточке решила Попробовать куски сыра И выясняет Какой же из них самый интересный Для работы нам понадобится Пастель Это сухая пастель Я взяла самый простой набор Это наш российский Здесь самые основные Цвета присутствуют Осенний и на небо хватит И на деревьях хватит Вполне должно подойти Я взяла лист наждачной бумаги Это 600 зернистость Взяла также малярный скотч Вот такой Бумажный Он продается в любом Строительном магазине Так как и наждачная бумага И Я прикрепила заранее Наждачную бумагу К поверхности Моего стола Чтобы она не колыхалась У меня Потому что пастельная техника Она требует Втирания И лист Очень трудно удержать На месте Если еще и руками Его пытаться Допустим Левой рукой держать И правой рисовать Это неудобно С чего начнем Первоначально Конечно же Эскиз Эскиз я подготовила Чуть-чуть заранее Я нанесла Деревянной палочкой В данном случае Это просто Кисточка старая Она задней частью Можно нанести Не наносите Графитовыми карандашами Потому что На графит Пастель плохо ложится У вас останется Грязное пятно В случае неудачной линии Эта линия Все равно будет видна А при деревянных палочках Если использовать их То будет все хорошо И незаметно Если какая-то ошибочка выйдет Начнем работу Мы с заполнения фона Птичку мы оставим на потом Дело в том Что если мы нарисуем Все четкие детали Для начала То потом нам будет сложно Сделать размытый фон А так как он далеко находится То он должен быть Такой вот Размазано-размытый Значит для фона Я возьму Такие вот оттенки Вот немножко Холодного серого Бежевые, коричневые Можно даже Оранжевых немножко И начинаем Можно их наносить В перемешку Прямо Вот Берем боком Мелок И с прижимом С таким Начинаем Делать Вот такие вот Видите Соскальзывает даже Мелок Но ничего страшного Взяли И дальше им работаем То есть Вот такими движениями Наносим Поверх Вот тут я зарезала Немножко на дерево Это ничего страшного Потому что Дерево у нас Восстановится Потом Оно вдалеке Сцена у нас Дневная То есть Там Светло Поэтому Ничего страшного Что если мы Дерево Немножко Вот видите Здесь мне повезло Прям размер Мелка Отломыша мелка Соответствует Как раз Толщине дерева Я кладу поверх Всякое Разно Вот я Вам показываю Сама вижу Что остаются Вот эти вот Линии От Кисточки От деревянной палочки Это хорошо Они нам помогут Не потеряться Дальше в эскизе То есть Когда весь фон Будет закрыт Таким слоем Пастели Вокруг птички Обходите аккуратненько Здесь нужно Прям Очень-очень Внимательно Обойти Все ее края Чтобы не замазать В небо Можно добавить Например Есть такой Мышиный цвет Серо-голубой Можно немножко Добавить его Это уже Ваше дело Хотите добавляйте Хотите нет Это уже так Не обязательно Я добавлю Чем больше Оттенков Вы примешиваете Которые В принципе Здесь могут Появиться Теоретически Которые здесь Дозволены Они Тем лучше В общем Добавляйте Они вам Дадут Живописности Работе Прям Вот смело Вот так Вот закрываем Добавляем Потом Это все Будет растушевываться Пастели Должно быть Много Прям на листе Чтобы все Хорошо И мягко У нас Разошлось Должно быть Ее Достаточно Количество Прям Вот Не жалейте Обходим Птичку Здесь Просветы Я заполняю Опять Добавляю Рыженького Там Вот Листва Еще Осенняя Видимо Остается Коричневый Всякие Разные Подмешивайте Можете Подмешать Ну Не знаю Какой-нибудь Там Какой-нибудь Синий Но только Аккуратнее Синим Наверное Ну Чуть-чуть Совсем Где-то Чтобы он Смешался Не остался В таком Вот виде Синим Прям А именно Вот он Ушел бы Туда В это Небо Просто Добавляем Оттенок И все Потом Берем Пальцами И Растираем Вот это Все Но Растираем Так Чтобы у Нас Остались Такие Цветовые Пятна Не Такая Сплошная Как Это Один Цвет Такой Грязненький Поскольку Тут и Коричневый У нас Оранжевый И синий Они Смешаться Могут Если Вы Переусердствуйте То Получится Такой Грязно-серый Цвет Нам Нужно Добиться Эффекта Вот Каких-то Пятен Вот Таких Эти Пятна Как раз И будут Нам Делать Вид Что Там Сзади Какой-то Задний План Там Какое-то Дерево Какой-то Просвет Листвы Есть Еще Желтеющий Осенний Где-то Может быть Светло-серый Это Может Я не знаю Дневной Свет Может Где-то Снежок Показать Можно Что Уже Начинаю И так Это Все Дело Размазываете Пальчики Нужно Менять То есть То Одним То Вторым Во-первых Потому что Вы Разные Цвета Смешиваете И Во-вторых Это Все-таки Наждачная Бумага Стирается Кожа Поэтому Будьте Аккуратны У меня Здесь Наждачка С зернистостью 800 То есть Сзади На ней Написано 800 Это Такая Пригодная Более Мягкая Еще Можно 600 Вот Надпись Если Есть Вот Она Тоже Подойдет Ну Чуть Пожестче Конечно Будет Там Более Интересные Эффекты Идут Но При Этом Пальцы Надо Беречь Еще Сильнее Чем На Этой Не Трите Одним И Если Если Пастель Вот Видите Не Размазывается Дальше Остаются Пробелы В данном Случа Черные Это Значит Только Одно Что Там Не Хватает Самого Порошка Пастели Значит Надо Туда Добавить Добавляете Здесь Уже Можно Уточнять Какие То Детальки Размешивать Что-то Вот Какие То Контуры Они Все Рано Дерево Должны Читаться Немножко То есть Такие Мягкие Но Где-то Там Быть Совсем Размазывать Дерево Не Стоит Помните О том Что У вас Все Я Использую Тряпочку Вытирать Пальцы Потому Что Они Пачкаются И Чтобы Не Испачкать Каким То Цветом Другой Цвет Не Залезть Тряпочка Это Прям Вот Спасение Влажные Салфетки Кто-то Пользуется Я Не Люблю Потому Что Потом После Них Нужно Сушить Руки Пастель Сухая И Она Не Любит Влажных Салфеток Так Как Люди Вот И Чтоб Не Было Таких Неожиданных Каких-то Пятен На Рисунке Я Не Рекомендую Пользоваться Именно Влажными Лучше Сухой Вот Теперь Уточняем Постепенно Вот Какие-то Веточки Они Прям Будут Видны Помним Что Деревья У нас Объемные Что У них Какие-то Тени Должны Быть Да То есть Мы Проводим Мелочек Светлый Мелочек Темный Где-то Может быть Какой-то Оливковый Не знаю Ну вот Что-то Чем Интереснее Туда Примешаем Оттенки Тем Лучше Но Как Это В границах Благоразумного Да То Что Ну Совсем Уж Прям Там Намешивать Не Стоит Ну Так Примерно Можно Взять Вот Я Взяла Такой Темно-серый Вот Он Почти Черный Но Не Черный Можно Им Где-то Какие-то Тени Сделать На Дереве Так Чуть Не Бойтесь Вот То Что Сейчас Очень Черно Да Взяли Вот Так Вот Растушевали Уже Хорошо Вот Я Поменяла Палец Да И У меня Чистым Пальцем Я Двигаю Двигать Можно Как Вверх И Вниз Да То По Движению Вот Этой Коры Вот Этой Ветки Так И В Стороны Если Вам Нужно Что-то Куда-то Сдвинуть Вот Эту Пастельку Здесь Можно Опять Поверх Пройтись Коричневым И Это Будет Уже Более Такой Темный Коричневый То Если У вас В наборе Все Такие Светленькие Цвета Мелкие И темных Нет То Можно Использовать Такую Вот Черную Подложку Черную Либо Темную Либо Может Какой-то Ну Любую Которая Темнее Прям Вот Вашего Этого Оттенка Нужного Чаще Всего Конечно Темно-серый Либо Черный Подкладывают И Потом Поверх Работают Цветом Это Тоже Позволяет Добиться Особо Если Наборы Такие Маленькие Там Очень Мало Цветов И В основном Все Светлые Да Есть Белый И Черный И Какие-то Все Цветные Которые Они Очень Светлые Вот Таким Образом Можно Выйти Из Положения Просто Добавить Туда Вот Черного Под Низ Либо Серого Темного Очень Если У вас Очень Все Сочные Такие Яркие Да Ну Вот Например Видите Такой Яркий Мелок Нужно Вот Приглушенные Сделать То Просто Берете Серый Который Соответствует Вот Вашей Яркости Вот Этой Ну Например Вот Этот Серый Светлее Сейчас Сейчас Покажу Другой Есть 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 Вот Такой Серый То Можно Немножко Приглушить То есть Подбираете Примерно По светлоте Вот Оттенка Подходящий Ближний И Им Просто Сверху Проходитесь По Вашему Месту Которое Нужно Приглушить Слишком Сочное У вас Там Какой-то Цвет Вырви Глаз Получился Вот Его Можно Таким Образом Сделать Более Тусклым Просто Добавив Серого Периодически Пастельку С листа Приходится Сдувать Поэтому Вокруг У вас С течением Времени Работая Над рисунком У вас Вокруг Появится Запыленная Поверхность Но Если Ничего Страшного Пастель Легко Отстирывается От Одежды Я Вот Тряпки Вот Эти Использую Которые Я Стираю В стиральной Машине Вместе С бельем Кладу И Нормально Все Вот То есть Они Легко Отходят Никаких Пятен Не Остается Вот Что Еще Сюда Можно Ну Вот Какие-то Да Такие Вкрепления Оттенка Чтоб Неравномерный Прям Фон Был Потому Что Когда У вас Фон Весь Ровный Закрашенный Это Скучно Немножко Можете Вот Теперь Видите Да Вот Та же Самая Которая Была Вначале Она Уже Светло Выглядит Уже Вот Как-то Можно Какие-то Освещенные Части На деревьях Показать Что Там Вот Дерево Оно Объемное Вот Оно Объемное И нужно Показать Что Оно Действительно Объемное Поэтому Снизу Оно Значит При дневном Освещении Снизу Оно Будет Такой Потемнее Сверху Посветлее Вот Немножко Вижу Что У меня Вот Тут Какая-то Неразбериха Идет Как-то Светлый Очень Ой Вернее Наоборот Очень Темное Какое-то Пятно Вот Я захотела Сюда Добавить Светлого Чтобы Подчеркнуть Что У меня Вот Тут Стволы Они Расходятся Никакой Четкости Особой Тут Не надо Чем Размытие Тем Лучше Потому Что Это Задний План И Он Весь Вдалеке Птичка У нас Маленькая Она Сидит Спереди Поэтому Она Будет Четкая И Все Что Рядом С ней На Одной Линии Фокуса Оно Будет Одном Фокусном Расстоянии Оно Будет Вот Такое Четкое А Все Остальное Будет Размыто Заполняю Дальше Напоминаю Что Пастели Должно Быть Достаточно Много Нельзя Ограничиваться Какой-то Мелочью Что Вот Еще Чуть Сделали И Пытаемся Растереть Так Только Пальцы Себе Повредите Вот Добавляем Сюда Разных Оттенков Птичку Обходим Так Вот Аккуратненько Подравниваем Где Какие Есть У нас Тут Гришки Небольшие И Растираем Растираем Фон Здесь Вот Так Я Подвину Чтобы Было Видно Дальше Вроде Все Чутко Отлично Значит Немножко Сюда Еще Добавим Просветы Между Деревьями Между Ветками Обязательно Это Все Очень Оживляет Ветки У нас Растут Как Вы знаете Что Ветки У основания Они потолще В конце Где уже Кончик Самый Свежий Они Потоньше Они Разветвляются И Вилочкой Такой И Вот Эти Сочленения Места Разветвления Они Такие Корявенькие То есть Как бы Такое Дерево Растет Растет Раз Какая-то Точка Переломная У него И В этой Точке Оно Изгибается У меня Попалась Песчинка Пастельная Я ее Вотру Пускай Будет Ничего Страшного Вот Сюда В задний План Я бы Еще Добавила Каких-то Ставите Мелок Не Лежа Не Вот Этой Поверхностью А Берете Уголочком И Просто Рисуете Какие-то Ветки Всяко Разно Вот так Вот Их Заплетая Где-то Чего-то Вообще Не важно Как они Пойдут Лишь бы Потому что Лишь бы Это было Вообще Похоже На Какие-то Там Древесные Ветки Да Ну Не важно Вообще Как они Идут Потому что Могут Даже Они вниз Идти Или Еще Как-нибудь А почему Не важно Потому что На самом деле Они могут С той стороны Дерево Расти И Будет Казаться Что они Вниз Идут Такое Часто Можно Наблюдать На самом Деле Мы Все Головой Понимаем Что Вниз Ветки Особо Не растут Поэтому Пытаемся Вверх Рисовать И Это Получается Неестественные Деревья Вот Я их Немножко Приглушила Здесь Я Хочу Немножко Высветлить Вот Так Мне Прям Вот Хочется Мне Хочется Птичку Чуть Высветлить Выделить Вот Так Вот Ее Фон За ней И Растираем Круговыми Движениями Можно Куда-то Заходить Вот Какие-то Возакуточки Где-то Продолжаем Этот фон Где-то Нет Чуть-чуть Рыжего Дам Вот сюда Потому Чтобы Переходило Иначе Как-то Нелогично Выглядит Что в Одном Месте Есть Рыжего В другом Как-то Нет Лучше Чтобы Оно Переходило Где-то Еще Было Чуть-чуть Намек Такой Что Вокруг Что Птичка Не Является Разделителем Вот Этих Фонового Цвета Вот Так Вот Вижу Что Вот Здесь Осталась Ячейка Незаполненная Это Между Лапкой Птички И Туловищем Тут У нее Очень Короткое Расстояние Я Просто Обведу Сначала Серым Мелком Закрашу Это Все Ну Видите Я Оставляю Пространство Для того Чтобы Еще Можно Закрашу Ничего Страшного Вы Все Рано Очень Быстро Обнаружите Снова Когда Он Вам Понадобится Вот Стараемся Не Растушевывать Так Чтобы Прям Был Одинаковый Цвет Везде Наоборот Вот Эти Пятнышки Это Хорошо Это Придает Живости Рисунку И Более Такой Природной Что Ли Какой-то Неопределенности Потому Что Когда Ровный Цвет Это Выглядит Как Крашеная Стена И Ничего Интересного В этом Нет Для Картин По крайней Мере Это Как-то Скучновато Вот Я Добавляю Туда Еще Оттенка Потому Что Какие-то Ветки Темнее Можно Добавить И Светлых То Есть Вот Какие-то Ветки Можно Прям Вот Взять Вот Рядышком Пройти То Я Снежок И Просто Вот Так же Точно Короткими Мазками Либо Круговыми Можно Растушевать Вот Такой Намек Не Более Где-то Вот Здесь Вижу Что У меня Тут Веточка Похудела Слишком Сразу Натра Морковная Стала Сужающаяся Поэтому Я ее Добавлю Сейчас И Сверху Можно Точно Так же Значит Уже Будет Добавить Ну и Вот Какие-то Не знаю Там Паутинки Веток Тоже Светленьких Нужно Будет Все Это Придает Определенный Такой Вот Природный Шарм Картинке Мы Его Так же Смягчаем Их Должно Быть Еле Еле Видно Но Видно Не Забывайте Протирать Пальцы Когда У вас Они Выпачкаются Либо Вот Просто Заменяйте Палец На Другой И Тогда Все Будет Аккуратненько Красивенько Сдувайте Если Лишнее Что-то У вас Есть Можно Сюда Какой-то Снег Положить Комочками Рисуйте Как-то Так Завитушечками Ничего Страшного Они Разотрутся И не Будет Видно Что-то Какие-то Комочки Можно Вот Такими Движениями Это Вообще Не Очень Важно Лишь Было Что-то Под Растушевку То Вы Примерно Уже Представляете Что у вас Будет После Растушевки Вот Ну и Можно Например Тень Здесь У ствола Восстановить Где-то Пробела Вот В этом Снегу Что Вот Он Лежит Там Дальше Фон Потерялся Надо Восстановить Чтобы Вот Формы Вот Этого Дерева Они Читались Что Вот Это Сто Процентов Это Дерево Ничто Иное Сейчас Я делаю Не ветки Это Не ветки Это Наоборот Просветы Вот Эти Вот От Веток То Это Какая-то Ветка Там Зади И Вот Просвет Мы Видим Таким Образом Можно Много Чего Сделать То Где-то Мы Рисуем Прям Палочкой Вот Таким Где-то Мы Делаем Какие-то Просветы Ну И Помним О Что У нас Все Эти Объекты Они Объемные Значит У них Есть Своя Светотень Есть Освещенные Участки Есть Менее Освещенные Теневые И так Далее Какие-то Намеки На Объем Нужно Дать Всего Лишь Намеки В целом Дерево Оно Как Труба Поэтому Это Цилиндр Тоже В какой-то Степени Можно Так Округлить До цилиндра Поэтому У него Будет схожее Расположение Схожее С цилиндром Расположение Светотени То есть В каких Местах Она Будет Тут По ходу Рисования Меняется Положение Веток Ничего Страшного Это Нормально Что-то Где-то Сделали Не понравилось Растушевали И положили Рядышком Как надо И все Пастель Очень удобно В этом плане Она Податливая Можно Если у вас Что-то Не получается Вы можете Просто взять Обычную Кисточку Ну вот Например У меня Например У меня Идет Щетинка То есть Самая простая Клеевая Кисточка Берете И вот Таким образом Выбиваете Пастельку Сдуваете И можно Очистить Прямо До самой Наждачки То есть Если Это у вас По металлу Наждачка Что скорее всего Так и будет То она Еще и Водостойкая Вы можете Вообще Вот Если совсем Не получилось А другого Листа Нет Просто Пошли Помыли И все Под краном Прямо Кисточкой Этой же Промыли И все нормально Высушили На батарее И можно Заново Тренироваться Вот Хоть Пять раз Пока не получится Что-то то Что вы Заходите Действительно В рамочку Повесить Так что Пастелька Очень удобна И тем Кто начинает И тем Кто просто Какие-то Эскизы Для себя Рисует Чтобы Понять Как надо Сделать Потому что Мысли Обычно Они Все равно На чем-то Должны быть Сначала Запечатлены Чтобы мы Их обдумали Не сразу Взял И пошел Шедевр рисовать Такого не бывает Все равно Какая-то Мысль идет И ее Обычно Рисуют По ходу Обдумывают Вернее По ходу Рисования Поэтому Здесь То же самое Происходит То есть Я Эскиз Заранее Подумала Накидала Немножко Но Вот Видите Просто Беру И меняю Потому что Здесь На листе Все Происходит Само по себе Вот Оно Хочет Так И все Ну Так Получается Вот Заполняем Оставшиеся Пробелы Здесь Можно Уже Не смешивать Так Сейчас Я Подвину Камеру Вот Так Здесь Можно Не смешивать Уже С коричневым Вот эти Все Пробельчики Здесь Можно Светло-серым Как Есть Можно Смешать Но Просто Получается Такой Если Не смешивать Получается Хороший Красивый Градиент Переход Цвета Одного Другой Вот Здесь Значит Важно Доделать Сначала Дерево Которое У вас Там Не Задевая Сыр Вот У нас Здесь Сыр Лежит Сейчас Я Отмечу Значит Вот Уголки Это Сыр Я Пока Не Закрашиваю Мне Это Пока Не Нужно Я Просто Помечаю Его Уголочки Чтобы Мне Не Запутаться В итоге Где У меня Чего Находится Где Что Вот Помним Что На дереве У нас Тут Переплетение У нас Есть Дальнее Дерево У нас Есть Ветка Которая Идет Вот Вот Здесь Кстати Можно Уже Прикрасить Но Прям Берете Мелок Кладете И Прижали Хорошо И поехали Едем До Лапки Дальше От Лапки Прижали Поехали Вот Когда Вы Рисуете Какой-то Вот Такой Мелюзгу Да Вот Эти Маленькие Птички Или Какая-нибудь Ящерка Змейка Что-то Мелкая Мышка Вам Важно Сохранить При Той Размытости Фона Вам Важно Сохранить Четкость Переднего Плана Обязательно Потому Что Если Вы Размоете Все То У вас Не Получится Вот Этого Эффекта 3D Когда У вас Прям Такое Все Объемное Так Здорово У вас Получится Что-то Такое Непонятное Все Мутное И Называется Очки Запотели То есть Тут Будет Картинка Иной Эффект Транслировать Вот Я Заполняю Сейчас Дерево Ствол Дальний Ствол Сюда Слишком Много Сейчас Не Кладем Не Растушевываем Это Дерево Нам Наждачная Бумага Дает Как раз Такой Хороший Рельеф А вот И это Дерево Растушевываем Сначала Вот Чтоб Нам Смешать Вот Эта Ветка Вот Эта И Эта Это Идет От Нашего Четкого Дерева А вот То Ствол Толстый Это От Нашего Размытого Дерева Поэтому Наше Размытое Дерево Нам Нужно Растушевать А потом Мы Просто Подправим Контуры То есть Сначала Я То Размытое Дерево Беру Вот Так Могу Туда Серенького Немножко Добавить Чтоб От Делить Его От Нашего Переднего Дерева Пальцы Вытираем Регулярно Чтобы Не Занести Грязь Куда Не Нужно Ее Я Первое Время Когда Начинала Только Еще Пастелью Рисовать Я Боялась Что Ничего Нельзя Исправить Мне Казалось Боже Мой Сейчас Если Я Ошибусь То Что Же Потом Делать У меня Край Нечеткий Там Был Я Увеличивала Какие Там Части Зверей Чтобы Край Покрыть На Самом Деле Чтобы Сохранить Его Четким И На Сам Деле Все Это Оказалось Не Более Чем Мифом Потом Со Временем Это Все Уложилось В моей Голове Как Надо Делать Чтобы Было Пастель Слушалась И Ничего Такого Страшного Не Происходило На самом деле Все Почти Все Можно Исправить Даже Если Вы Положили Туда Килограмм Пастели И Все Больше Не Лезет Бывает Бумага Отказывается Принимать Ничего Страшного Просто Убираете Вот Эту Лишнее И Дальше Делаете Если Вы Промахнулись Контуром Просто Убираете Лишнее И Дальше Продолжаете Своё Делать Все Вот Фокус И Не Стоит Бояться Что Пастель Не Прощает Ошибок Прощает Если Было Не Так То Она Наверное Не Была Пастель Это Это Был Был Акрил Который Более Суров Вот Продолжаем Работу Над Передней Веткой Здесь Мы Уже Подобрались Вплотную К сыру И К передней Веточке Вот К верхней Части Я Четкой Части Я Здесь Под Низом Этой Ветки Сделаю Также Фон Пока Что Так Вот Не Плотно Ну Так Средненько Я Нанесу Вот Этот Светлый Серый Чтобы Видно Было Что Ветка Это Не Часть Какой Избушки Что Это Реально Там Воздух За ней То Это Важно Когда Вы Рисуете Какие Вещи На Фоне Чтобы Фон Был С обеих Сторон Вот Этой Вещи Что Вы Изображаете Объект Далее Значит Помним Что У нас Вот Там Дерево Идет Значит Ну Вот Где-то Вот До Сюда Оно Будет Значит Сюда Наносим Еще Вот Этой Коричневой Пастели Ее Разносим Так Чтобы Она Мутненькая Была Если У нас Тут Не Хватает Добавляем Где-то Какие-то Будут Там Вот Веточки Видите Да Вот У нас Там Ветка Идет Значит Здесь Она Где-то Выходит Там Что-то Какие-то Вот У нее Сплетения Различные Да Ну Просто Вот Как-то Так Начеркайте Что Вот Она Туда Пошла Пошла И пошла И пусть Она Там Будет Это Нормально Вполне Похоже На Правду И Все Теперь Вот Этот Фон Аккуратненько Можно Прям Вот Берете Вот Так Вот Пальчиком Вытираете Хоп И вытираете И вот Такими Движениями Можно Вертикальными Сделать Здесь Уже Можно Горизонтальными Чтобы Вот Сохранить Вот Этот Четкий Край Нижний У большой Ветки Местами Нам Важен Будет Четкий Край Это Как раз Вот Эта Передняя Часть Это Ответвление Еще Одно Немножко Тут Грубовато Получилось Сейчас Подправим Подправить Это Можно Часть Теневой Ветки Можно Отнести Отрезать Как бы К дальнему Дереву То есть Просто Мы ее Туда Серенькую Сделаем А вот Эту Часть На фоне Уже Светлым Также Продолжаем От нее Откусывать Кусочек Высветлять Немножко Сложновато Сделать Это Когда Нельзя Повернуть Планшет То есть Я обычно Рисую На планшете Его Можно Крутить Как Удобно Здесь Мне Не Очень Удобно Это Делать Под Камерой Есть Такая Проблема Но Ничего Страшного У вас Я думаю Спокойно Вы можете Повернуть Как Чтобы Рука Лежала Удобно Вот Здесь Можно Вот Так Продлить Вот Эту Тень Продольными Вот Видите Я На бок Поставила Палец Продольными Двигаю Прям По ветке То есть Никаких Там Отходов В сторону Нет Можно Немножечко Еще Вот Такими Штрихами Вот Такими Вот Поперек Добавить Чуть Чуть Фактуры Этой Ветки Не Обязательно Но Так Будет Как То В моем Случа Это Спасет Это Будет Приятнее На Такой Зелень Такая Непонятная Какая Тусклая Оливковая Какой То Коричневатая Я Предлагаю Вот Его Сюда Добавить Вот Вы Берете Мелок Вот Так И Просто Двигаете Им В разных Направлениях Но Поперек Дерева Короткими Ударами Вот Такими Зачем Это Делать На краю Вот Можете Четкую Линию Провести Почему Короткие Удары И с Поворотом Потому Что Так Будет Мы Так Легко И Быстро Сделаем Фактуру Мы Не Будем Вырисовывать Все Вот Эти Кору Все Это Да Мы Просто Сделаем Имитацию Шершавой Поверхности И Вот Смотрите Здесь У меня Уже Много Пастели Вот Здесь Уже Шершавость Не Получается А Здесь Мало Пастели И Видите Какая Шершавая Сейчас Я Увеличу Картинку Немножко Сделаю Четче Вот Видно Повторюсь Вот Здесь Много Пастели Уже Здесь Пастель Не Ложится Вот Так Вот Зернышком Как Да Зернистый Вот Так Вот Она Ложится Гладко Это Уже Значит Все Тут Перенасытили Мы Ее А Здесь Где Количество Меньше Вот Здесь Вот В этих Местах Там Она Хорошо Идет Простите Вот И Сочетаем Обратно Вот Этот Коричневый Наш Внизу Там Вот Темно-серое Это Как бы Не черное Но Вот В отечественной Пастели Темно-серое Это Можно Считать Черное И есть Там Прям Чисто Черного То И Не Бывает Ну Очень Редко Если Нужен Чисто Черный Тогда Лучше Взять Уголь Вот Ну Уголь Прессованный Да Наверное Получше Будет Хотя Он Дает Блеск Такой Может Быть В некоторых Сценах Это Будет Уместно И Вот Смотрите У нас Продольная Вот Я Сейчас Вытерла Мелок О Тряпочку Вытерла Его У нас Продольная Сторона Мелка И Можно Просто Ею Вот Делать Вот Такие Вот Эффекты Чтобы Показать Что Там Коралл Вот Видите Я Просто Такие Мазки Разнонаправленные Делаю Теперь Можно Сделать Освещенные Участки Это Вот Этот Рыжий Который У нас Был Здесь Поскольку Веточка Все Таки Еще Рыженькая Это Она Продолжается Наверное Это Сосна Вероятно Я Делаю Сюда В Некоторые Места Вот Этот Рыжий Под Птичкой Будет Скорее Всего Тень Поэтому Я Туда Ничего Ни Кладу И Стараюсь Выделить Те места Которые Вот Мне Здесь До Птички И Небольшой Орел Рядом С ней Я Оставляю Так Вот Штришками Какими-то Имитацией Что Вот Ветка Идет У нее Кора Продольная Здесь Можно Подсветить Сдуваем Лишнее Тут Тоже Можно Чуть Добавить И Хорошо Что У нас Внизу Лежит Оливковый Мы Просто Его Не Перекрываем Как бы Кладем Рядышком Такие Просветы Остаются Чтобы Краска Оверня Пастель Вибрировала То есть То один Цвет То другой Цвет Оттенок Здесь Можно Освещенную Часть Прямо Поднажать Заполнить Бумагу Поры И Получим Такой Яркий Оттенок Тон Таким Образом Мы Связали Вот Эту Часть Веточки А Через Оливковый Мы Связали Веточку С Птичкой Потому Что Синички Они Такие Кажется Зелененькие Синие Синички Ничего Подобного Они Как раз Вот Такого Оливкового Цвета С Небольшой Желтинкой Вот Сейчас Можно Нарисовать Сыр Его Мы Возьмем Наверное Какой-то Такой Желто-подсолнуховый Цвет Такой Приятный Тепло-желтый Немножко Разбеленный То есть Есть Для сравнения Желтый Вот Яркий Такой Сочный Да И есть Такой Немножко Беленький Вот Светлая Сторона Освещенная У сыра Вот этим Разбеленным Делаем То есть Та Которая В солнышко Обращенная Верхние Грани У кусочков Вот Здесь У нее Кстати Тоже Кусочек Сыра Это Я верхнюю Верхнюю Грани Изобразила Пока Так Для себя Чтоб Не забыть Про него Вот Можно Взять Например Ну Вот Этот же Яркий Желтый Который Сначала Я показывала Можно Им Сделать Немножко Боковинки Только Не заполняйте Полностью Вот Прям Не Не забивайте Все поры Потому что Придется Добавить Рыжего Туда Где-то Придется Добавить Рыжего Где-то Оливкового Прям Поверх Вот этого Желтого Здесь Можно Уже Заполнять Остатки Вот эти Где Какие Пустые Места Остались У вас Просто Не Покрывайте Полностью Один Слой Другим Вот Прям Надо Оставлять Какие-то Просветы Чтобы В эти Просветы Потом Положить Другой Оттенок И Тогда Будет Живописней Намного Можно Взять Сюда Немножко Серого Добавить Ну так Чуть-чуть И этот Серый Просто Для Тени Потом Поверх Него Опять Вот Этим Вот Рыжим Можно Пройтись Чтобы Был Теплый Оттенок Тут Я Не попала В линию Ничего Страшного Сейчас Я Рядышком Восстановлю То есть У меня Тут Такой Большой Запас Оказался Места Понимаем То Что У нас Сыр Он Тоже Материальный Он Отбрасывает Тень Поэтому Вот Здесь Должна Быть От него Тень Но В каких То Местах Не Должно Быть Где Свет Падает Сверху А Где Снизу Он Лежит Там Обязательно Должно Оставаться Теневое Пространство Вот Здесь Между Сырками Я Сделала Небольшой Треугольник Черненький Не Черный Это Темно-серый Чтобы Показать Что Там Темно Внутри Вот В принципе Вот Что Еще Сюда Можно Сделать Мне Захотелось Добавить Белого Немножко Чтобы Чуть Разбавить Чтобы Не Такой Был Желтый Неравномерный Такой Желтый Можно Это Сделать На Гранях Где То Где То Грани Но Вот Видите Я Заполнила Ближе К Дальней Части Сыра Чуть Чуть Буквально Растушую Можно Какие-то Не знаю Дырочки Да В нем Сделать Тут Важно Не промахнуться Дальней Дальней дырочки это у нас как раз идет свет и тень да то есть дырочка темная рядом с ней может быть что-то там немножко краешек там быть посветлее и так я использую в основном одни и те же цвета чтобы у нас гамма на картине было примерно уже предсказуемо и это удобно добавлю сейчас сюда вот еще на этот уголочек свет буквально вот видите я треугольничком таким делаю не закрашиваю полностью поверхность этого будет достаточно главное понятно что-то либо масло какой-то либо сыр ну в общем что-то нарезанное для птиц и так теперь можно пойти двумя путями либо сделать падающий снег либо сделать птичку в принципе наверное падающий снег такая мутная штука давайте вот ее сделаем я беру белый и вот такими не видно сейчас я сделаю сейчас сделаем чтобы было видно вот таким образом сейчас поставим вот берем белый мелок и сначала рисуем вот эти большие такие кругляшки да ну такие жирные точки стараемся просто чтобы они никакую геометрию тут нам не выстроили а были такие хаотичные можно сильно давить на мелок можно не сильно прижимаем пальчиком этот наш нашу снежинку и растираем круговыми движениями так можно сделать со всеми крупными снежинками можно некоторые растереть сильнее некоторые слабее ну в общем чтобы они были такие размыты потом заново берем мелок и делаем еще точки и вот значит белым мелком где у нас вот такие неровные снежинки получились мы их тоже растушевываем и белым мелочком добавляем четкие такие точки в разброс чтобы не было каких-то повторений если вы растерли на коричневом вытирайте не попадаете этим же коричневым пальцем обратно в небесная части вот этой картинки атмосферные на самой синички мы пока не будем конечно же ничего делать снегом и так значит птичка она у нас стоит на одной ножке сзади него хвостик тут у нее животик значит солнце светит сверху здесь сыр то значит клювик глазик и так далее но так у нее есть темненькое пятнышко на животе вот такой вот оливковая со светло-желтым вот это вот у нее животик то есть мы для освещенных частей будем использовать светло-желтый где-то может быть даже белого чуть-чуть да добавим еще для яркости и в темных местах то есть там где у нее от солнца отвернуто в тенечке все вот будем использовать этот же оливковый сочетание с желтым он выглядит как желтый в тени то есть то что нам и надо здесь у нее пух можно вот так же верхнюю часть высветлить теничка тоже объемная поэтому нужно об этом помните и вот эти места как раз вот эти верхние которые у вас расположены к свету они должны быть вот такие светлые и вот у нее там на ножке такие пух торчит в разные стороны можно это все перемешать вот с оливковым чтобы было вот как как шерстку вот так вот делайте наружу торчащую вот это вот пух вот этот можно даже немножко светлого туда на край добавить я это делаю такой знаете прием есть нервная рука когда вы напрягаете руку и она дрожит вот тремор такой вот как раз это сюда и пригождается то есть это такие не линии и штрихи а зигзаги небольшие такие очень коротенькие здесь можно прям вот полностью полностью не забивать бумагу а так вот видите я так оставляю и по чуть-чуть вот желтого и белого я не сильно давлю вот можно немножко его подрастушевать пальцы когда уже грязненькие тогда конечно сложно сделать чистенько так все равно попадается какая-то грязюка вот ну и дальше уже заполняем вот здесь вот тоже пух причем можно прям не для самого контура ну так относительно чуть-чуть я хочу немножечко подрумянить и игру к буквально чуть-чуть совсем-совсем здесь поверх опять положить оливкового то есть это будет просто такой рефлекс от блеск от дерева то есть мы опять же связываем предметы друг с другом вот птичка должна быть связана с деревом потому что она на нем сидит и часть освещения дерева вот этого цвета дерева она на птичке присутствует вот здесь ближе к переходу формы в светлом части птички я использую более плотное наложение к низу там идет пух у нее и более темная часть поэтому я там не сильно накладываю прям не не вдавливаю посты и вот и можно пройти сразу хвостик хвостик конечно более четкий у нас чем животик немножечко вот здесь вот нужно будет их разделить сейчас я взяла очень желтый такой им вот эти вот продольные перья я немножко намечу и потом разотрум хвостик будет не фокусе такой размытый слегка ну вот четкость будет на стыке с деревяшкой это важно здесь вот этим темно-желтым я могу вот так вот чуть-чуть вот лохматость вот у нее вот эту вот на пузике чуть-чуть дать подрастереть чуть-чуть чтобы она вот видно было что там желтенько но не слишком ярко не используйте вот этот вот светлый желтый сюда вниз потому что он слишком яркий для этого места вот он должен быть вот здесь вот сверху здесь сверху тоже не растет не втирайте прям вот вот и до прям полностью постель если вы затрете птичку она у вас будет такая скучненько не пушистая вот какая-то к гладкая очень как металлическая нам этот эффект не нужен здесь поэтому вот только там где именно лежат уже перышки совсем-совсем плотненько вот прям их видим как они сливаются воедино вот там только можно будет уже наложить сплошное но это и то чуть-чуть совсем вот чуть-чуть беленького я даю чтобы подсветить вот эту вот верхнюю часть птички сыр вот у нее боковина у сыра сыром все то же самое что делали мы внизу вообще одинаково все заполняем то есть также смешиваем также боковинки сдуваем лишнее убираем где-то добавляем белого чуть-чуть пока что сыр без лапки лапку это потом и дорисуем вот значит у синички еще есть вот здесь вот светлая часть благодаря тому что наждачка темная у нас черная как раз можно видеть не закрашивая пока до увидеть уже как ложится основной рисунок здесь я оставляю чуть-чуть место вот в этом не закрашенного и вот эти вот щечки у птички я выполняю этим же оливковым вот то есть оливковым мы доделываем у птички щечку оставляем черный нам очень удобно эта бумага здесь у нее на голове сначала кладем оливковый а потом положим вот этот светло-желтый возле клювика где у нее тут прям под солнышко дальше у нее темнеет немножко вот фоколочек что-то там у нее там такое есть и в обход идет вот такая вот желтенький дальше продолжается он в тени он будет вот такой вот оливковый и так слегка соединяем оставляем небольшой перешеек значит здесь на крылышке чуть-чуть только даем этого же оливкового буквально немножечко и здесь на горлышке тоже вот такими движениями то есть я беру вот так и так дергаю зачем это нужно здесь мы горлышко сейчас отделим вот эти перышки для вот так короткими такими ударчиками от темной полосы и у нас темная полоса будет видно так как будто она освещена и у нее вот в этом месте перышки немножко перекрываются поэтому нужно показать что там тоже вот какие-то перышки такие есть светленькие желтые действуем вот такими короткими ударами подводим вот эту вот горловину сюда можно немножко растушевать принципе даже здесь не заполнять каким-то еще там серым черным здесь вот это место уже готова просто на него распространили чуть-чуть вот этой пастели тут у нас птички светленькая очень прям здесь должно быть гладко потому что ее голова это самое гладкое место вот эти перышек и плюс немножечко вот здесь на груди тоже гладенькая здесь у нас вот это темное пятно можно подкрасить немножко черным но не черным вот таким темно-темно-сером буквально чуть-чуть вот чтобы его форму сравнять оно такое виде ромбика такого и уходит туда вот можно под размазать немножко здесь я бы хотела вам показать один приемчик значит вот тут вот у синички будет более темно это ножка то есть мы пишем как бы сейчас рисуем вот прозрачную прозрачный такое оперение пуховая сквозь которое мы видим что там у птички еще вот под этим пухом есть так и вот значит у нее вот здесь еще темная почему потому что у птички вот у нее лапка туда уходит она очень высоко и задрала и вот это вот получается бочина вот это вот она закрывает ту сторону живота вот где то лапка поэтому пух он вот так вот пойдет чуть-чуть то есть я буквально вот намек такой даю потому что птичка у нас не только сверху вот она освещена она же еще кругленькая да она вот такая вот простите она еще освещена с боков немножко вот этот пух освещается ну и вот здесь вот немножечко я добавлю рефлексов также вот наверное от дерева чтобы ее чуть-чуть получше сделать вот связь между деревом и птицей пусть на ней чуть-чуть это отражается тем самым подчеркивая форму вот теперь что у нас остается у нас у птички остается черненький глазик клювик ножка и крылышко крылышко принципе можно добавить зелени но он так чуть-чуть слегонца знаете вот такой тепленько какой-то теплый серый зелени какой-то непонятный такой вот может быть даже чуть-чуть травяным сейчас попробуем посмотрим что получится вот этот цвет не очень сюда идет но я его раз уж добавила ничего страшного мы перекроем его чтобы был чуть-чуть вот этот оттенок зелени и можно оливковым где-то местами вот этим же темно-сером вот почти что черный вот который вот им лучше будет и вот эту всю пестроту закрываем как бы тут будет у птички тень такая под крылышком вот эту тень мы рисуем почти что сплошной линии то есть если вот здесь она такая прерывистая тут перышки у нее торчат то вот чем дальше ниже тем лучше будет линия более гладкая там уже можно показать какие-то намеки на перышки крылья и вот так вот немножко так вот утончаем линию вот здесь вот в этом месте и потом опять расширяется она то есть так мы показываем что крылышко вот это перья вот эти вот они прячутся за перышки живота чуть-чуть вот у меня тут неудобно немножко здесь я бы чуть-чуть добавила тени открыла и ее растерла бы вот так растушевала потому что это тень от отбрасываем крылышком если тени на предмете не туда то мы не видим его объемом не забываем протирать постоянно руки здесь вот делаем опять значит добавляем вот такой вот поверх то есть я не везде буду его добавлять только в каких-то определенных местах там где мне необходимо более черное более четкое и я бы еще добавила вот ей зелени опять на шапочку то есть вот это место переходное чуть-чуть я бы ей сюда дала бы зелени может быть даже с коричневым это все перемешать просто прикрыть сверху коричневым здесь подровнять надо будет вот этой вот оливковой краешек прям аккуратненько аккуратненько вот так вот эту голову подровняйте но не до конца то есть не нужно проводить прям всю линию вот вот и до простите сдуваем лишнее округляем птичке голову вот она немножко уехала вот эта круглость сейчас я восстанавливаю я коричневый можно добавить также вот сюда на плечи на изгиб крыла и слегка вот тут вот желтый можно тоже подсветить вот так чтобы отделить вот эту вот плечевую часть вот от головы вот от этой вот это желтый который такой потемнее посочнее ну и нам остается буквально немножко это даже наверное вот все таки хочется сюда чуть-чуть чего-то докрасить да она так вот какими-то вот такими очень-очень так тихонечко и вот отрывистыми такими вот движениями просто вбить туда пастель все значит животик у нее закончен и остается у нас клюв у птицы клювик серенький глаз остается вот здесь я вижу что немножко не довела вот это вот место я беру не самый светлый а как бы теневую часть то есть наш вот это оливковый и довожу здесь значит я делаю перышки вот так торчащие вокруг глазика все очень аккуратно обхожу сам глазик у птички будет черненький то есть мы его немножко закроем чтобы бумага не просвечивала но в серединке оставляйте место для белой пастели сначала возьмите какой-нибудь средний серый вот например какой-нибудь такой мышиный да вот он появлялся у меня тут ну в принципе да вот он он же и есть так что его же самого и можно взять аккуратненько в середине ну не в серединке глаза а как бы вот выпуклую часть глаза это вот то что она смотрит прямо на этот сыр вот значит ближе к сыру мы рисуем пятнышко так же как мы рисовали снежинки его растушевывая и потом белый блик мы ставим это у нас получается вот так вот яркий белый блик здесь нужно очень аккуратно четко все вот если вы куда-то заехали не туда ничего страшного нужно просто поближе буквально носом рисовать да и подвести краешком сейчас я наклонюсь и сделаю вот так вот Already Do I Вот ну примерно можно еще поярче сделать эту ту estosку не тащите куда-либо вот такой глазик получился теперь не хватает клювика и ножек в общем то самой малости я заметила что у нее между пальчиками и сыром есть тоже просвет небо вот я его добавляю так берем опять же этот темно-серый мышиный хочется немножко вот сюда вот так вот добавить буквально чуть-чуть потому что здесь освещенная часть и черный он на свету будет такой серенький можно даже чуть-чуть вот этого блеска этого светлого вот сюда тоже дать итак значит берем аккуратно очень аккуратно восстанавливаем клювик где он был он закрытый и достаточно маленький такой причем надутенький такой не острый не прямой не горбатая именно такой надутый толстенький но маленький теперь у нас остается подравнивать то что мы сделали на самом деле ротик у птиц кажется маленький да он такой огромный там до самого глаза буквально в пол головы открывается вот это все хозяйство и кажется только что клювик такой маленький поэтому птичка такая у тю тю ти на самом деле там у нее ротик как у акулы вот сейчас у меня вот уже не осталось острых углов здесь я возьму черный не хочется брать но вот он хотя бы острый попробую провести вот это вот разделение клювика ну таким образом и теперь нужно будет дать освещение на этом клюве сверху это светло-серый который мы тут уже много чего не использовали его и восстановить вот немножко подвести к повороту головы вот это вот светлое я бы немножко еще сделала бы коричневатым вот этим вот режим вот буквально под самым клювиком чуть-чуть для такого освежения его цвета разнообразить немножко под глазиком у синички идет такая дорожка и и немножко дорожка продолжается до клюва такая вот темненькая здесь я заполняю пазухи вот все что остались эту бумаги и и остается нам нарисовать только так сейчас еще чуть-чуть для клюва вот донышко клюва так прорисую у меня даже эмоция такая получилась интересная любопытная да вот и мне остается только прорисовать ножки у ножек у птичьих есть особенность сначала я беру средний тон у них такие знаете узлы есть вот где соединяются вот их эти части ножек ну всем вам знакомы куриные ноги различные эти вот с когтями ну вот так же примерно и у синичек лапки у у них очень длинные когти эти когти такие внушительные мы их темненьким сейчас подкрасим вот не беда если залезли куда-то вот можно взять и подровнять и вот так вот отвели в сторонку ваш этот цвет которым вы подровняли чтобы не было ощущения что там линия какая-то осталось вот его немножечко так отвели и стерли вот теперь остается нам что дать вот здесь вот немножко света на вот это его и и его не знаю ну наверное того мальчик на коготки так ну и наверное вот сюда чуть-чуть на саму ножку буквально вот тоненькой такой полосочкой немножечко и вторую ногу делаем точно так же то есть сначала мы берем такой серый помним что здесь узлы оставляем не заполняем все поры бумаги оставляем немножко делаем каркас потом мы этот каркас утемняем то есть берем наш темный почти черный помним о том что вот эти вот узелки да вот эти костлявые такие ножки у птичек тут такая очень тоненькая а тут вот такие вот узелочки на пальцы да и дальше когти такие черные когти большие вот мы их и рисуем потому что не было бы этих когтей птичка бы не смогла нормально на дереве сидеть но здесь чуть-чуть у меня длина вышла сейчас попробую я это убрать так вот немножко укоротить вот уже лучше то есть видите все исправляется вот вот любая такая ошибочка она может быть исправлено и вот рисуем третий пальчик помним о том что нам нельзя заполнять всю пастную всю бумагу пастелью поэтому оставляем место немножко для последующих слоев вот здесь вот я вижу что был дефект небольшое изображение то есть я не доделала фон до нужной точки вот тут вот тоже чуть-чуть она такое вот надо бы доделать и каких-то местах я не стану специально оставлю лохматость такой чистым пальчиком значит светлый фон тушую чтобы у нас не было целиком каких-то ровных линий вот здесь вот мне хочется немножко дать вот этой серости для чего чтобы разделить планы вот этот план живота птички и более отдаленного хвостика и и то есть он от нас более такой подальше находится простите вот и теперь просто берем наносим вот эти вот поперечные такие кольцевые линии это такой свет блеск на ножках буквально чуть-чуть вот она вцепилась такая в эту веточку подровняем когти то есть когда у вас такой мелок толстенький стал и уже неудобно им делать что-то какую-то тонкую работу да вы можете просто взять и подровнять под неё фон вот сейчас я хочу затем не чуть-чуть под под птицей чтобы было вот тень какая-то до было я беру просто мелочек и очень это вот самый темный я беру и буквально нежно нежно вот так вот чуть 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 вкладу его сверху чтобы ни в коем случае не забивать поры бумаги а просто вот ее тонировать чуть чуть совсем немножко вот это нам придаст такой тени птички еще мне очень не хватает вот здесь какой-то тени сейчас я таким же легкими движениями прибавлю ничего такого страшного что вот это темно все сейчас вот так вот сделаем по ходу движения перьев вот так и вернем вот эту округлость кое-где вот вот эти торчащие пушинки на ней в общем то в общем то все можно будет сейчас подписать это все ваш рисуночек и вставить в рамочку для подобного формата для наждачной бумаги вот здесь вот она идет стандартная это 23 на 28 сантиметров самый удачный формат для оформления это 30 на 40 рамку берете смотрите сейчас я до снимаю нас остается такая тоненькая рамочка за нее можно убраться и не повредить работу то есть чтобы не пачкать руки пастелью и сама работа не испортилась вот так вот 30 на 40 сам идеально то есть когда вы заказываете паспорту вам вырезают багетной мастерской с отверстием значит на 5-6 миллиметров меньше чем ваша картинка соответственно подпись не должна быть впритык то есть вот здесь вот данном случае до будет вот так паспорту и значит подпись должна быть где-то на дереве либо вот здесь то есть каких-то местах которых она не помешает и не будет прикрыта паспорту и не будет впритык к паспорту это важно здесь можете добавить в принципе даже вот этого снежка чуть-чуть если есть такое желание можете даже на неё саму также добавить немножечко так и вот такими тыкающими такими ударами можно добавить какой-то вот такой вот снег более густой старайтесь чтобы у вас не было линий а были его точки часть этих снежинок тоже можно будет растереть чтобы придать глубины какие-то растираются какие-то остаются четкими вот такая вот дивная пташка у нас получилось еще наверное я добавлю вот сюда все-таки тени все таки как-то просится вот здесь потемнее сделать вот все вот теперь лучше стало теперь мне очень нравится чуть-чуть подровняю сейчас брюшко край все вот такая замечательная птичка у нас с вами получилась если хочется можно конечно ну как это говорят можно бесконечно улучшать что-то дополнять дорисовывать это такой процесс он не кончается можно ее поставить эту работу перед собой на планшете например и еще неделю ходить вокруг и тоже что-то будет тянуться рука дополнить можно так поступить можно закончить чтобы не замучить потому что чаще всего просто работают выглядят замучены в итоге сюда вот светленького посадить чуть-чуть все бровку видите да вот руки сами тянутся что-то доделать но это прям такая не очень хорошая привычка потому что можно в один момент все испортить все я вас благодарю за внимание спасибо что посмотрели если у вас есть какие-то вопросы обязательно пишите я на все отвечу спрашивайте по материалам может быть по технике что то еще вот и напоминаю о том что у меня много не очень много но пока что вот есть несколько мастер-классов онлайн формата то есть вы оплачиваете урок я высылаю вам видео вы занимаетесь даете на проверку я проверяю говорю где как лучше сделать да какими способами то есть объясняю вам методы там технология и каких местах есть допустим недочеты если есть ну то все хорошо у вас то соответственно я так и говорю здесь очень хорошо все замечательно а вот здесь вот значит нужно обратить на это и на это и внимание и также говорю что вам допустим дополнительно какие-то материалы поизучать ну примеру что в чем у вас допустим есть какой-то провал да в технике нужно значит почитать вот это 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 вот то есть после каждого купленного урока я три месяца даю время на выполнение этого урока чтобы человек успел при любой занятости своей на работе дома семьей и так далее чтобы он спокойно в ритме сел от занимался как бы прислал мне на проверку поправил что-то и потом уже мы в итоге получили хорошую красивую работу но это не главное главное что человек усвоил знания и продвигался дальше вот такая вот милая пташка дегустатор у нас получилось напоминаю о том что мы работали с вами на наждачной бумаге то есть видите я не обманываю это вот как раз п 800 это значит водостойкой 800 ее этот ну для металла зернистость 800 можно 600 но она будет погрубее и на ней так более рыхленько все на ней хорошо рисовать пейзажи вот где много деталей 800 она дает более гладкий эффект а а оба и и и и и Продолжение следует...